История доджитсу и дайторю начинается в глубоком прошлом. По некоторым данным она насчитывает тысячу лет. Считается, что это искусство принадлежало древней самурайской семье Токеда. К его изучению допускались лишь избранные. Теперь к секретам самурайского клана можно приобщиться и в Самаре. Доджитсу это была храмовая единоборство, преподавалась только в храмах. Параллельно шло дайторю. Но дайторю, скажем так, пошло в массы и по семейным школам дальше пошло развиваться. И буквально лет 10-15 назад японцы дали добро на развитие доджитсу в России. В данный момент доджитсу развивается только в Самарской области. В основе доджитсу и дайторю лежат боевые принципы и методы, которые использовали для защиты самураи. Они до сих пор не потеряли своей эффективности. Это подтверждает уникальный опыт школы реального айкидо, созданного сербским мастером Любомиром Врачеревичем, который просто отобрал техники защиты от ударов руками, ногами, палкой и ножом. Это наиболее актуальные угрозы для современного горожанина. В результате чего получился набор достаточно ограниченный, но эффективный. По словам инструкторов, совершенствоваться в этих видах единоборств можно всю жизнь. Уверенно чувствовать себя в экстремальной ситуации можно уже после двух-трех месяцев ежедневных двухчасовых тренировок. При этом месяц занятий обойдется в полторы-две тысячи рублей. На тренировках вас будут обучать, как правильно двигаться, как правильно вести себя в психологических ситуациях, как правильно страховаться, падать, также отражать различные виды атак. Серьезную помощь в развитии доджитсу, дайторю и реального айкидо самарским спортсменам оказывают бизнес-структуры. Хочу выразить огромную благодарность Волжскому социальному банку за помощь в проведении различных мероприятий, семинаров, выездов на семинары, на соревнования в различных городах. В ближайшее время бойцы примут участие в фестивале боевых искусств «Непобедимая держава». А в следующем году инструкторы планируют отправиться на семинары в страну восходящего солнца на Ройтину.